Насколько повлияло то, что я приехал и смотрел с трибуны? Мне очень повлияло. Я хотел как раз интервью дать, потому что меня второй раз Степаном назвали. Обидно было. А, а все время пишите про меня, что я Роман. Вот, ну вот эти вот, как называется, программы, превью перед матчем. Вот я все время Роман Абросимов, а интервью в крыльядуал Степан Абросимов. Тебе как больше нравится, скажи? Ну, Роман уже есть, как бы играет в Кухар, поэтому давайте Степан. Еще друг друга им взял, так что я согласен на это. Привет. Знаете, я решил сформировать команду из тех, чье имя перепутал или неправильно подписал в титрах. Со следующего сезона она будет выступать в молодежной лиге. И не просто выйдет в плей-офф, но и дойдет до финала. Четыре матча состоялось в финале молодежной хоккейной лиги. И знаете, преимущество одной из команд пока очень сильно впечатляет. Мне показалось, что вот в какой-то момент, не знаю, при счете, наверное, 2-1, ну, вы не стали там прижиматься к воротам, а как-то, ну, вас это не затронуло, да, морально? Ну, настрой был такой, то есть продолжать давить, загнуть свою линию. То есть не было такого, чтобы уйти в глухую оборону, зачем давать им играть шайбой, если они это умеют хорошо делать. То есть также продолжали давить их, как бы. На кого в КХЛ похожа команда Лока? Лока, Лока, Лока. Не, ну, Лока на первую команду, скорее всего, они похожи, да, да. Они, как бы, в такой же системе обучены, то есть, как бы, построение обороны и вообще оборона у них, как бы, налажено. Динамо в таком порядке, что даже страшно. Где тот Лока, который круто играл в чемпионате, а также прошел 3 раунда плывов? Куда он делся? Не знаю, чуть-чуть, ну, в принципе, мы придерживаемся своей игры, как всегда, вот. Может, где-то нам не везет, где-то мы шайбу передерживаем. Когда у нас есть моменты свои, мы, ну, почему-то не реализовываем, как это было в сезоне, вот. Потому что у меня где-то в хладнокровие ушло. Ну, с сербисом, если честно, было намного дежурнее играть из-за их активности. Они, ну, везде, они везде носились, везде бегали, просто давили постоянно. Вот, там скорости были выше, чем сейчас. Серьезно? Вот, как мне кажется, да. Здесь больше где-то, наверное, мастерство играет, вот. А вот с сербисом именно скорости, там, принять решение надо быстрее и так далее. Мелькнула надежда, что серия обострится после победы команды Александра Ардашева дома. Но даже тогда, когда ярославцы победили 3-1, ни на секунду не возникало ощущения, что наступил перелом. Решили 0-4 не гореть, да? Так, ну, мы не хотели, чтобы они 13 побед подряд сделали в плей-ф и без поражений прошли. То есть, аргументация такая, лишь бы им навредить, да? Ну, лишь бы им навредить и самим победить. Уж сегодня два удара между ног. И только во втором периоде я увидел прежний лока. Что с вами было в предыдущие 7 периодов? Да, я бы не сказал то, что остальные 7 периодов были хорошие отрезки какие-то, но такой, как бы, отработанной игре на протяжении всего периода, вот ее, ну да, скорее, ну вот не было, да. А сегодня, да, где-то, может, ушла, какой-то страх, может, ушла какая-то большая ответственность, потому что 0-2, говорим уже, ну, надо что-то менять в игре. И вот сегодня видно было, команда собралась, их характер, был и единый коллектив, и за счет этого победили сегодня. Это все отличные и правильные слова, только чувство случайности не покидало. Как бы это объяснить, понимаете, надо было находиться рядом с динамовцами, чтобы увидеть, как они приняли эту неудачу. И я был поражен. Игроки московского клуба были абсолютно спокойны. Владик, реально вот забыли, готовимся дальше, то есть ты не помнишь, как уже сыграли? Да нет, все уже. А помнишь, в каком городе? По-моему, Ярославль. Ну, вообще, все забыл, да? Конечно, все, завтра другая игра. Отшнулся на тренажере, да? Конечно. Пролетел, как секунда, играми. То есть сел в автобус новогорский и отшнулся на тренажере? Конечно. Вы-то, наверное, рады, Алексей, что интрига вернулась в серию? Я хотел не интриги, а интересного хоккея. Будем честными, первые два матча абсолютно не впечатлили. Да, стартовая игра закончилась в серии буллитов, но там ярославцы не смогли ни разу забить. Второй матч вообще прошел в одну калитку. Хочется нерва, бойни, а не серии, где у одного клуба колоссальное преимущество. Все, чего я ждал, было в четвертой игре. Это уже был хоккей, который должен быть в молодежной лиге. Потасовки и удаление, огромное количество голевых моментов, ошибки вратаря и интрига до последней минуты. Говорят, что Лука подводит травму вратаря Егора Гуськова. Ни в коем случае. Егор Горшков проводит блестящую серию. Да, он ошибся в четвертой игре, но где же были нападающие? Где настрой? Да не знаю, просто поддержали, сказали не расстраиваться. Что у нас в первом периоде еще при 0-0 вытащил. Так что все нормально. Поддержали просто спокойно и все. Никому претензий не предъявляли. Гутик прошел мимо тебя, вот ты его не ударил сейчас. У тебя настрой не очень хороший, Егор. Не знаю, что сказать. Мне кажется, что даже если серия не закончится в Красногорске, то обладатель Кубка Харламова уже определен. Динамовцы слишком хороши, непонятно, как их остановить. Ну а что случилось с два матча с вашей командой и с тобой? Да сложно сказать, искали свою игру. Продолжаем ее искать. До сих пор? Да, нашли. Ищем мяч. Хватит ли времени прийти в себя? До матча в Красногорске слишком мало времени. Да и Динамовцы я смотрю против. Мы все вместе, так что нас всех нас тут отчитывать, если отчитывать. Ну, когда вы последний раз проигрывали-то вспомните? Мы? Сегодня. Не, тише. А что, я не мальчик не знаю. Сказал, что забыл уже. Я очень давно. У меня травма была. А, ну да. А когда последний раз? Кому? Ашланцы, по-моему, проиграли. Нет, нет. Мы выиграли пять матчей. Спартаку, спартаку, первый, на выезде. Это на выезде. Это на выезде. Начало, начало. Да, октябрь, да? Нет. Вы помните все такое? А что все друг друга били между ног? Но для чего это? Подготовили к завтрашней игре. Арман-то видели, да, как упал? Ну, там францис летела. Сильно, да? Ты не забил? Нет, нет. Кошмар, согласен. Пять минут ведь играли в большинстве. Наши же, по 100%. Надо забрать. По моменту. Это не мальчик. Вообще, постоянно момент. Я не попал пару раз. Пару раз, два. Ладно, сегодня в отеле, значит, вы купите сейчас? Сейчас купите, да? Когда поедете? Или мне взять? Я серьезно. Или закажем там? Дима, закажешь, ладно? Ты им звони, а точь. Что? Ты не совершеннолетний в маске еще раз. Идешь в номер. Спать? Да. Ну, только в другой номер, потому что там мы в твоем будем сидеть. В твоем. Да. Все, в общем, давайте до вечера. Все, входит, встречается. Ёлки, я думал, выключил камеру, однако случился какой-то технический сбой. Вчера встретились. Мы сейчас в отеле. Вчера встретились на удачу. Получилось. Сегодня жаль не встретиться. Хорошо, что в 5 утра разошлись, мы нормально, да, и вы встали вовремя. Если быть точно, в 5.25. Да. Я просто в номер пришел в 5.26. 5.26? Повезло, Лифт, наверное. Я просто не... Давайте к нам на базу поселитесь. Ага. На удачу. Я просто даже не понял, как ты в лифт попал вообще сегодня. Я... Вот на вот этих ножках. Спасибо, на удачу. Интересно, появятся ли теперь проблемы у Ивана Дедковского? Посмотрит ли это видео Ярослав Рюзенков? А если посмотрит, то накажет Ивана. Заставит играть в двух звеньях, много забивать. Как ты понял, что у Горшков, ну, плохо, плохой дриблер? Ну, это секрет. Опыт. Нет, ты знаешь, что он по технике один из лучших? Да. Не знаю. Первый раз в жизни у него единоборство выиграл. У меня тоже. Проблема Лока, на мой взгляд, в финале связана с тем, что там никак не могут определиться с Костяком. Некоторые тренерские решения удивляют. Ты объясни, как так получилось, что ты аж до НМХЛ дошел в этом сезоне? Ну, так, хорошее отношение очень главным тренером. Там позвонил, пообщались, попросил поиграть, он не против был. А стой, я здесь вижу тайну, потому что ты играл в КХЛ неплохо, а потом не пропадаешь в состав НМХЛ. Ну, после травмы долго восстанавливался, не мог набрать своей кондиции. Ну, так. А тренер Рождашев как к тебе относится? На моей стороне только помогает. А Меликов? Еще лучше ко мне, тоже с Лукой Юниором с ним знакомым. Тяжело, когда два главных тренера? Все тренера, как главные у нас, так скажу. Ну, ты сейчас все в полном порядке, то есть, в прошлой игре пять составов вывели? Ну, вот так вот, тоже получилось, не совсем еще готов был. Сейчас уже все, отлично. Сможете проиграть в пяти матчах? Сможем выиграть в шести. Единственное, жаль, что, если все закончится так быстро, то Степан Никулин не сможет побить рекорд Никиты Гусева. Но это всего лишь цифры. Никулин действительно впечатляет. Голы у него получаются из воздуха. Сотрясением играешь, Да я не знаю, придумали что-то. Ну, кто придумал-то? Ты, наверное, пульнику пустил. Да, не-не, я ничего не говорю, я жив-здоров, ни на что не ралусь. А что за царапина на возле клуба? На этом, вот, встретили в голову. Кто? Ирисян. Когда? Во второй игре в первом периоде за минуту до конца. А, серьезно? Угу. Может, вот из-за этого, кстати, и придумали это же сотрясение. Ты наорал на него? Я не. И напоследок о других новостях МХЛ. В Риге будет новый главный тренер. Валерий Кулибаба переведен в команду КХЛ. Он будет помогать Сергею Зубову. Точно будет новый тренер в Омских ястребах но его имя назовут на следующей неделе. Я прощаюсь с вами. Смотрите финал и особенно приглядитесь к Ивану Дедковскому. Он должен быть свеженьким. До свидания. Это что, вам премию уже дали, да? Какие премии? Вот это премия же вам? Какие премии? Машины по вашим. Машина Ну, сколько пальцев ты показываешь? Два. Нету сотрясения. А как тебя зовут? Степа. Мари. А в какой команде играешь? Локомассив. А контракт подписал уже на новый год? Еще пока нет. Серьезно? Думаешь, да? Ну, мне еще не давали ничего. Серьезно?